МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Муравленко завершились окружные соревнования по автомобильному многоборью. За победу боролись девять команд из восьми муниципалитетов региона. Так ловко и без ошибок выполняют задания участники окружных соревнований. И не поверишь сразу, что за рулем подростки. Автодром, пожалуй, самый сложный этап окружного автомногоборья. Члены жюри оценивают до мелочей каждое действие. От пристегнутого ремня безопасности до манеры вождения. Больше внимания на задний ход, где больше всего ошибок может быть. Точно так же по теории, по ДД знаний, медицине. На все надо внимание обращать. Соревнования по автомногоборью – это многочисленные элементы на скоростное и правильное управление автомобилем, то есть навыками, которые необходимы автолюбителям в повседневной жизни. Парковка, заезд в бокс, проезд габаритного коридора, замена колеса. В этом испытании муравленковцам не было равных. Ребята показали отличную слаженную командную работу. Юноши по индивидуальному зачету вошли в число лидеров из-за фигурного вождения автомобиля. При подготовке я больше всего уделяю времени по ДД, потому что билетов много, вопросов тоже, и надо их решать и быстро, и качественно. На это больше всего я внимания уделяю. Автомногоборье – это не только практика. Это в первую очередь хорошая теоретическая база. Поэтому участники соревнований демонстрируют знания по ДД и навыки оказания медицинской помощи. Среди конкурсантов есть и девушки. С тестом по правилам дорожного движения Елизавета Кеуш из села только справилась за несколько минут. А все потому, что подготовка была основательной. Вождение, потому что нельзя предусмотреть, какая машина там будет. Сложно будет водить или нет. Девять команд, три соревновательных дня и четыре этапа. За ребятами наблюдает компетентное жюри. Среди экспертов – опытные педагоги и госавтоинспекторы. К сожалению, ситуация на дорогах Емолонинска автономного округа остается довольно-таки сложной. Вызывает обеспокоенность, в том числе и то, что наблюдается незначительный, но все же рост числа дорог и транспортных происшествий с участием молодых водителей. Я сейчас говорю о водителях со стажем управления до двух лет. Данное мероприятие, в принципе, и направлено на то, чтобы молодое поколение, будущие водители, юноши и девушки старались изучать правила дорожного движения, осваивали основы управления транспортным средством. В итоге на высшую ступень педестала почета в общекомандном зачете поднялась сборная «Муравленка». Теперь наши ребята будут защищать честь региона на всероссийском турнире. Кроме того, юноши вошли в число победителей и призеров в личном зачете. На их счету 11 дипломов различных степеней. Впрочем, самое главное их испытание еще впереди. Своё мастерство они будут демонстрировать на дорогах. Правда, уже после получения водительского удостоверения. Ирина Бугрим, Дарья Тюменцева, Антон Иванов, Сергей Лукович. Новости Муравленка. В Муравленка продолжается реализация программы «Доступная среда». Так, в детском саду Непоседы появились новые вывески со шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и информационный терминал-исток со встроенной системой для маломобильных групп. У центрального входа уже оборудована специальная кнопка вызова с домофоном и пандусами. До конца 2022 года учреждение станет полностью доступным для слабовидящих и слабослышащих горожан, а также для жителей с нарушениями умственного развития. До конца 2022 года нами запланировано оснащение санитарно-гигиенических помещений, то есть это туалетные комнаты для опорников. Здесь у нас будет размещен крючок-держатель для костылей и трости, а также поручень откидной для инвалидов в туалетной комнате. Поднимались на 12-метровую вершину, боролись до Победного и преодолевали дистанцию в 2 километра. Минувшие выходные муравленковцы провели активно и с пользой для здоровья. Первыми череду спортивных мероприятий открыли городскими соревнованиями по скалолазанию. Состязания посвящены 110-летию со дня рождения Виктора Ивановича Муравленко. Первенство по покорению 12-метровой вершины оспаривали 27 участников. Данный вид соревнований у нас является по дисциплине трудность. Трудность в чем заключается? Дети непосредственно сейчас лезет девочка у нас, она лезет по трудной трассе, на которой надо забраться как можно выше. И есть топовый зацеп, который на самом верху находится. Соответственно, кто выше залез и по времени, кто быстрее залез, тот и является победителем. Лучшие результаты продемонстрировали Егор Поликарпов, Кристина Кострулева, Евгений Тюлюш, София Казакова, Владислав Гречко и София Дьякова. Сегодня в спортивной школе Муравленко скалолазанием занимаются более 40 ребят. Уверенными темпами отделение развивается и растет. На состязаниях спортсменам представили новый тренажер – «Кампусборд». Его приобрели и установили благодаря победе в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур». А в спорткомплексе «Лидер» выявляли сильнейших самбистов Муравленком. Более 40 спортсменов от 8 лет и старше мерили силой на ковре. Борьба была трудной. Я боролся с Расуловичем Геннадием. Противник был достаточно сильный. У меня не получалось некоторые приемы, но победу я одержал по баллам. Было трудно, но я смог. Все мои братья ходили туда, и я заинтересовался этим и записался. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям, которые пройдут в Кургане 21 и 22 октября. Самым массовым спортивным событием прошедших выходных смело можно назвать мероприятие, посвященное Всероссийскому дню ходьбы. В этом году в России его отметят 1 октября. Участникам предложили преодолеть 2 километра пешком. Для меня это очень важно, потому что я за здоровый образ жизни. Мне вообще нравится ходить. Я с сестрой постоянно занимаюсь скандинавской ходьбой. Поэтому как только я получила информацию о том, что сегодня будет Всероссийский день ходьбы, я сразу же пришла, не раздумывая. И пригласила еще своих друзей, которые тоже принимают в этом участие. С задачей справились около ста муравленковцев разных возрастов. Анастасия Попова, Антон Иванов, Сергей Лукович. Новости Муравленко. И это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин